Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги пророка Иезекииля Я читаю в своем переводе для библейского портала Экзегет И даю небольшие комментарии Эта глава уже излагает, собственно говоря, суть послания Которую Иезекииль должен донести своим соплеменникам Иудеям, живущим в изгнании в Вавилонии Напомню, что у нас самое начало VI века, 593 год В 586 до нашей эры, значит, нумерация уменьшается с течением времени То есть всего через несколько лет будет разрушен Иерусалим Вот это и предсказывает Иезекииль в четвертой главе Но делает это довольно необычно Я напомню, что в предыдущей очень много сказано Послушают они, не послушают, ведь они шайка мятежников Скажи им В общем-то бывает так, что и не слушают Что делает Иезекииль по велению Бога? Во-первых, у него деревенеет язык В конце третьей главы он перестает вообще разговаривать И слов люди очевидно не слышат, не понимают Так часто бывает Четвертая глава А ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, изобрази на нем город Иерусалим А потом устрои ему осаду Воздвигни укрепление, насыпь вал, разбей лагерь, расставь вокруг стенобитное орудие Себе возьми железную сковороду и поставь ее между тобой и городом, как железную стену А сам повернись к нему Он осажден, а ты его осаждаешь Это знамение для Дома Израилева То есть пророк играет роль Бога, а кирпич играет роль Иерусалима Вот город осадили, на самом деле его осадил Бог И сковорода – это железная стена, которая отделяет Бога от города Он поставил преграду, он сказал Все, я больше не защищаю этот город Зачем все это? Ну, это еще цветочки, ягодки будут дальше Ложись на левый бок, взяв на себя вину Дома Израилева И сколько дней будешь лежать, столько и будет на тебе их вина Я назначил тебе число дней по числу лет их вины 390 дней будешь нести вину Дома Израиля А когда они истекут, ложись уже на правый бок, взяв на себя вину Дома Иудина На 40 дней, день за год Да, день за год я назначил тебе То есть год с небольшим Так, 390 плюс 40 дней Он должен лежать то на левом, то на правом боку Тоже какое-то абсолютно бессмысленное действие Что значит взять на себя вину Дома Израилева? Ну, наверное, это некое символическое действие Человек, который лежит немой, который вот не может никак разговаривать Который вообще выпал из жизни Он отвержен, да, он какой-то изгой И вот ты несешь это состояние изгоя Не просто так, это символ того состояния В которое себя погрузили, соответственно, израильские северные колена Иудейское южное колено, да, северное царство разрушено уже давно А сирийцами в Вавилоне они разрушили южное И поэтому тут меньше просто времени А когда они истекут? Ложись уже на правый бок, взяв на себя вину Дома Иудина На сорок дней день за год Да, день за год я назначил тебе А лицом обернись к осажденному Иерусалиму Занеси над ним пустую руку и пророчествуй против него Он у нас еще, кажется, до сих пор немой То есть пророчество скорее в каких-то жестах угрозы Вот представляете себе, лежит человек на боку день за днем Больше года Рядом с ним кирпич с нарисованным на нем Иерусалимом Между ним и кирпичом сковорода Еще какие-то там осадные волны Какие-то, ну, как бы игры такие в солдатиков Да, там он чего-то делает, как макета этих самых осадного вала Каких-то сооружений Ну, вообще выглядит как идиот Но, наверное, бывают ситуации, когда вот такое поведение Это единственный способ донести какую-то очень простую мысль Что, по крайней мере, предельно удивив людей вокруг себя Он может их хоть как-то сдвинуть из их сытой успокоенности Я возложил на тебя узы И не перевернуться тебе с боку на бок, доколе не исполнятся дни осады Значит, получается, он еще и не только анимел Но у него и какие-то проблемы с движением Он парализован фактически на все это время Вот, не завидую Возьми себе пшеницы, ешь меня, бобов, чечевицы, просы и полбы Смешай их в одном сосуде, чтобы печь хлебцы по числу дней Которые будешь лежать на боку Тебе их есть 390 дней Еще и меню такое невеселое, да Какое-то вот такое Ну, сегодня, можно сказать, что это здоровая пища, да Разные зерновые и бобовые, из которых печется какая-то вот лепешечка такая Но ведь надоест Не та эта пища, которую хотелось бы есть каждый день целый год с лишним Пищу себе отмеряй по 20 шекелей в день 20 шекелей – это примерно 200 с небольшим граммов Паёк блокадного Ленинграда вообще-то По 20 шекелей в день Съедай их не сразу, а постепенно И воду пей неволю, а порциями По шестой части хина – это пол-литра с небольшим По шестой части хина в день выпивай ее постепенно Пеки свои хлебцы, как ячменные лепешки Но только на человеческом калии, прямо у всех на виду Ну вот кизяки, да, из которых топливо делают в южных местностях, где древесины мало Что это такое? Ну это то, что делают осажденные Древесины им взять неоткуда, а заодно воду и еду им взять неоткуда Поэтому они едят по чуть-чуть То есть так, что, ну, наверное, год прожить на этой пище можно Но больше уже вряд ли И в жарком том климате, конечно, пить пол-литра воды в сутки – это очень тяжело То есть, в общем-то, это форменное издевательство Но это то, что терпят осажденные И, соответственно, Иезекииль Солидарен со своим народом Он претерпевает то, что будут очень скоро претерпевать иерусалимляне Хотелось бы пророку прийти к такому красивому, к ним и сказать Вот вы все гады сволочи, а я молодец Сейчас я вам объясню, как вас накажут А он первым берет на себя это наказание Причем незаслуженно Вот суть, наверное, пророческого служения Ты не просто объясняешь людям, какие они плохие А ты весь белый плащей и хороший А ты первый, кто на себе это испытывает Более того, ты испытываешь это на себе для того, чтобы другим показать, куда все это ведет Для того, чтобы, может быть, своим страшным примером Хоть кого-то отвратить Послушают или не послушают Уже не твоя ответственность Твоя ответственность сказать Но сказать не словами Слова у него отняты Сказать это может быть жутким таким вот образом жизни И Господь добавил Так будут есть нечистую пищу сына Израилева Среди других народов, которым я прогоню их отсюда Я ответил Что же это, Владыка, Господь? И тут мне хочется добавить Ну, сколько ж можно до мной издеваться? Хватит уже Я ж тоже человек А он отвечает Что же это, Владыка, Господь? Я никогда не осквернялся, не ел мяса Не от умершего животного, не от растерзанного хищником С молодых лет и по всю пору Я не брал в рот оскверненного мяса Тогда он сказал Хорошо, вместо человеческого кала Я позволяю тебе печь лепешки на коровьем навозе То есть, единственное, что Эзекииля в этой ситуации беспокоит Что печь на человеческом кале пищу себе Это значит оскверняться Ну, на коровьем навозе вроде как ничего А то, что еды, как в блокадном Ленинграде То, что воды явно неадекватное количество жидкости Вот будет терпеть, оказывается Еще он сказал мне Сын человеческий Я лишу Иерусалим продовольствия Так что хлеб будут есть в тревоге, взвешивая куски И воду будут пить в унынии, отмеряя глотки Потому что не будет им хватать ни хлеба, ни воды Так и будут унывать они все вместе, сгинут в своем пороке Иерусалим изображает осаду Чем закончится осада, нам расскажет пятая глава